скажу так конечно не было случайных людей получал получается что все те кто стоял со мной в линейке это обладатели про карт это все профессионалы уже это совсем уже другой уровень это все атлеты высшего ранга и было тяжело в но в основном тяжело не потому что они профессионалы делают хорошую форму а тяжело было с ними конкурировать по той причине что они все больше чем я были и мне банально не хватало мяса так скажем чтобы на равных конкурировать с такими сильными атлетами ну так для примера представьте стоят два соперника один хорош хорошей форме но меньше а второй в хорошей форме но больше естественно дадут предпочтение тому кто больше у меня категория 212 фунтов это 96 килограмм а я выходил на сцену с весом где-то 80 с половиной килограмм то есть у меня около 15 килограмм недовеса и были люди которые на 10 на 15 килограмм тяжелее меня на сцене и при этом они были в отличной форме в отличных кондициях поэтому было очень тяжело конкурировать таких условиях ну я думаю что конечно это положительно сказывается на популяризации бодибилдинг то что ребята выступали на олимпе вот олешка кривой и кирилл худоев и в целом в принципе я думаю что все таки положительно к эта тенденция есть в украине фитнес индустрия она развивается пускай не такими там семимильными шагами как также у наших соседей в россии но все же тенденция к развитию есть безусловно и людей больше уже увлеченных в этом в этом спорте и понимающих людей больше то есть я уже редко слышу такие вопросы по плану сколько я наберу с банки протеинов людей они уже немного более такие что ли усведомленные стали в плане бодибилдинга да уже более более приземленные для них это уже не звучит там протеину это что-то страшное это химия какая-то фармакология поэтому безусловно по и вот то что парни выступили на олимпе это безусловно огромный плюс и это снова таки служит хорошей мотивацией для молодых ребят которые занимаются бодибилдингом они смотрят на того же там олега или на кирилла и понимают что все реально ну возьмите олега кривого парень обычный парень из тернополя ну никто его там не тянул за уши не вытягивал у него там нету каких-то миллиардных средств каких-то спонсоров богатых он сам поднялся он сам себя поднял своим трудом своими своими силами и это очень мотивирует ребят остальных они видят что все возможно скажу так по большому счету есть есть люди которые заинтересованы в развитии спорта есть какие-то компании но таких вот серьезных контрактов у нас никто не предлагает естественно каких-то денежных у меня еще до олимпе до того как я получил про карту на меня вышли представители польской фирмы олимп прям непосредственно уже эти с польши без посредников и они предложили мне контракт они его уже подписали своей стороны прислали мне чтобы я с ним ознакомился и поставил свою подпись это официальный документ уже был в сотрудничестве но честно говоря почитал условия этого контракта я понял что подписывать его не буду ну для меня такие условия были просто как для спортсменов бодибилдера чемпиона мира они для меня были унизительны ну правда то что там я прочитал то есть по условию этого контракта и все что мне предоставляла фирма олимп это были был набор спортпита спортивного питания на сумму 300 евро в месяц от меня же там требовалось очень много чего я должен был посещать там бесчисленное количество выставок каких-то экспо по всей европе да они мне это оплачивали но снова таки я на это должен был тратить свое время неважно там подготовка у меня не подготовка я должен срываться ехать куда-то за границу стоять на их там стенде и грубо говоря парить их батончики ну вот как вот так это выглядело и за то что я там не поеду на какие-то выставки или фотосессии я должен был платить огромные штрафы большую неустойку и я отказался подписывать этот контракт когда мне второй раз позвонил их не представители спросил почему я отказался ну я озвучил причины почему и он мне на что ответил ну как же говорит это же ваша медийность это ваша популярность я говорю да у вас таких атлетов как я там 30 бикинисток которые там извини меня крутят жопами на стенде я не хочу быть в их ряду и стоять на стенде вашем и парить ваши батончики и спортивное питание ну мне это не интересно и таким образом контракт мы не подписали что касаясь какого-то партнерства в украине да есть компании там которые меня поддерживают но не материально своей продукцией допустим большой вклад вот вносит я считаю очень белок компания они меня уже поддерживают спортпитом бесплатно на протяжении на на двух лет где-то то есть я не покупаю никакие спортивные добавки они мне все это предоставляют бесплатно те же вот даже по мелочи можно взять тоже там паста том они мне каждую неделю присылают большое количество своей продукции то есть пасту я тоже не трачусь так как я шучу с голоду и точно не умру поэтому вот так вот немножко помогает конечно но такие глобальных каких-то контрактов денежных никто не предлагает естественно у нас в украине так точно с этим сложно все просто ну банально знаешь вот просто накипело реально когда тебе каждый день приходят там по десять сообщений распиши курс в плане такого или как-то мне пить протеин или чем не есть на завтрак и люди не понимают что это такая же профессия как и остальные я прошел длинный путь я тренируюсь я в спорте уже почти 20 лет я очень я очень давно тренируюсь и за это время уже столько было шишек набито я на собственной шкуре много чего испытал много ошибок совершал и поэтому почему я должен бесплатно делиться этими знаниями приобретенными годами бесплатно люди просто хотят все получить все и сразу и не прилагать к этому никаких усилий вот я уже приводил пример ты же не придешь к доктору не скажут у меня болит живот вылечи меня выпиши мне лекарства кем не надо пить поставь ней правильный диагноз распиши диету тебе бесплатно этого никто не сделает и это считается нормальным люди платят большие деньги за такие консультации ну почему я должен давать консультации бесплатно есть такие которые хотят готовиться в будущем да есть такие а есть люди которые просто очень любят спорт и вот у меня есть клиент он утром со мной тренируется уже не первый год и человек не пропускает ни одной тренировки это ходит пять раз в неделю каждое утро человек приходит без каких-либо глобальных целей соревновательных просто для себя и вот он без уважительной причины уже несколько лет не пропускает ни одной тренировки то есть человек это который не связан со спортом профессиональным есть вот такие вот фанатики просто чемпионат мира даже не с чем сравнивать то чемпионат мира это самый сильный турнир любительском бодибилдинге тут никаких сомнений быть не может и и ты же не забывай что я выступал еще до раздела а и биби и тогда не было мало того что не было раздела и не было разделение на элит про там какие-то было одной биби большой и большой чемпионат мира все и уровень был просто космический я когда первый раз туда приехал я был под впечатлением тем более я поехал на чемпионат мира в первый же год своих выступлений то есть я начал заниматься бодибилдингом меня отвезли на чемпионат европы сразу же я там выступил занял третье место ну чисто не хватило опыта тогда мне поэтому его не выиграл уровень конкуренции не такой уж и сильный был а потом когда мы летели в марокко на чемпионат мира я уже тогда был статусе абсолютного чемпиона украины и у меня такие огромные амбиции были и такое высокое самомнение было я тогда выиграл абсолютку у анатолия кудлая такого нашего известного билдера опытного 16-кратного чемпиона украины и я думал что все мне море по колено после этого и вот мы помню летим самолете а возле меня сидит мой тренер на то время меня готовил валерий борисович стыценко и он говорит ромчик говорит ты серьезно максимально настройся потому что все что ты видел до этого это не сравнится с миром ты сейчас все поймешь когда прилетишь туда это не чемпионат европы это два совершенно разных турнира ты можешь трехкратный быть чемпионом европы и при этом ни разу не попасть в финал чемпионата мира даже в топ-6 это железно я так как-то к этим словам на то время скептически еще отнесся думаю ну александр борисович преувеличивает специально чтобы меня как-то настроить больше но когда я встал в линейку я понял что правду говорил и меня тогда восьмым поставили на первом чемпионате мира моем да безусловно у меня основа была я когда первый раз пришел в зал в возрасте там я не знаю 14-15 лет я уже спокойно мог там сжать штангу 50 килограмм многие в таком возрасте гриф там пустой не могут пожать а я уже пришел потому что я на брусах отжиматься мог сто раз и подтягиваться 30 раз на турнике поэтому конечно да это сыграло важную роль более того бокс сыграл еще очень важную роль в плане закалки характера и воли это такой вид спорта знаете как поговорка есть хороший бокс это не шахмат и здесь думать надо хорошая поговорка потому что если там не думаешь что тебя бьют по голове больно и это спорт очень дисциплинировать когда ты боксируешь ты это даже не бодибилдинг когда ты можешь халатно отнестись с тренировком вышел ну постоял на сцене ну проиграл ну ладно там ты выходишь и тебя бьют если ты не готов то ты сильно получишь по голове бокс очень дисциплинирует это очень серьезный вид спорта и он многое мне дал у меня были мысли были мысли и вот если у меня как раз были по поводу покинуть бодибилдинг в самом начале карьеры когда я про упомянутый высший чемпионат мира я приехал молодой очень амбициозный и тут я занимаю восьмое место и это при том что я готовился очень серьезно к тому турниру и это была даже одна из самых лучших форм моих в жизни я стал восьмым и я помню меня ставят восьмыми даже финал не попал хотя у меня там было 27 или 28 человек но для меня все равно даже это восьмое место это было это был удар сильный я помню сел за кулисами и про себя думаю ром ну ты реально положил все силы ты так готовился как последний раз жизни ты выжил сто процентов и ста вот в лучшую форму я на тот момент сделать просто не мог я сделал максимум и это понимал я был честен перед собой и всего лишь восьмой даже не 2 не 3 8 наверное это не тот не твой спорт подумал я и думал уже завязывать думаю все сейчас приеду домой и наверное больше выступать не буду буду там для себя заниматься как-то и все завяжу со своей карьеры спортивной и хорошо тогда нашлись в моем окружении люди которые меня поддержали более опытные мои товарищи это тогда на то время Андрей Кухарчук я думаю ты знаешь земляк твой и Сережа Яцюк тогда был со мной на чемпионате мира они меня очень поддержали как бы нашли нужные слова и я понял что надо продолжать работать да конечно это естественно это тешит потому что я знаю что было очень много турниров когда я выигрывал у соперника которые на 20 и на 30 килограмм тяжелее меня на сцене были и так бывало довольно таки часто у меня такого понятия как мотивация какая-то конкретная ее нету я я просто занимаюсь тем что мне нравится вот и все я люблю этот спорт и поэтому им занимаюсь не надо какой-то там мотивацию с какие-то мотивационные ролики смотреть я сам себе мотивация я прихожу и получаю удовольствие от того чем я занимаюсь я уверен что если ты занимаешься тем делом которое тебе нравится которое тебе приносит удовольствие отдаешься ему на сто процентов это обязательно принесет результат когда ты делаешь что-то из-под палки ничего не будет никогда просто надо любить то что ты то что ты делаешь